Всем еще раз привет! С нами группа ARKCON. Ребята, мы очень рады, что вы наконец добрались. У вас очень большой тур и он идет совместно с группой TUR. Как вообще пришла такая идея сделать совместное? Мы давно, так сказать, дружим. Это не первый наш концерт в данном формате. Мы были в Южной Америке, получается, в октябре. По совместительству наш Антон, режиссер и менеджер группы, он даже работает с ними. Решили, сделали. Да, и, кстати, хотел спросить, как по Южной Америке тут прошел? Как реакция у аудитории? У нас уже, получается, пятый раз в Южной Америке. Там, как всегда, горячая публика. То есть, люди еще любят хоп-мутер. Приходят, знают. В общем, очень интересно. Ну и вот такой вопрос. Вы, собственно, из группы TUR на одном лейбле, на Palm Records. Как вообще лейбл помогает в организации подобных туров? И помогает ли это как-то вам пропасть на какие-то международные большие фестивали? Потому что вы практически на всех крупных металлических фестивалях уже отыграли. Лейблы разные. Уже в альбоме TUR на Metal Blade. Но, несомненно, как бы, большой лейбл дает статус определенный. Сам лейбл не занимается концертами. Скажем, крупные фестивали, крупные агентства, они смотрят, где выходит группа на каком лейбле. Соответственно, если эта лейба большой, как бы больше внимания. Ну, в целом, говорю, что он больше зависит от самой группы, нежели от самого лейбла. То есть лейбл дает там статус. Какие-то, может быть, советы вы можете дать подрастающим молодым музыкантам? И второй, как бы, утекающий вопрос отсюда. Кого-то вы сами можете выделить из российской новой металлической сцены? Советы давать, конечно. Дело такое неблагодарное. В первую очередь, нужно делать то, что нравится. И делать это число сердца. В этом случае, я думаю, искусство найдется у почитателя. Что касаемо групп, ну, очень много групп сейчас вышло из фокума этого группа. Хрен, очень советую. Хрен. Да, хрен. Ну, соответственно, наши старые друзья сварга достойно альбом записали. Так, большое количество выходит альбомов. За всем не следишь. И очень много страниц эстоний. Соответственно, советую еще один работу. Работать только, работайте и делать то, что нравится. И следить за конъюнктуру, скажем так. И, я думаю, все. Когда-нибудь удастся. Ну, скажем проще, наверное, может поделитесь той музыкой, которая на вас влияет. Я люблю достойно альбомов. И чем, скажем так, андерграунднее, тем для меня лучше. Вот, я думаю, что… Ну, вот мы играли сейчас с группой польской. В России у меня как бы… Просто нет таких, которых можно выделить. Вот, они давно выиграли с польской группой в армии. Вот, они меня поразили. Ее бы я… Это все. Понял. Ну, и, я думаю, напоследок, какие-то, наверное, пожелания фанатам. Я надеюсь, что вы еще продолжите ваши туры и вернетесь. И я надеюсь, что где-то еще встретимся и в России с вами. С моей стороны, нам понравился концерт Шера. Были удивлены поддержкой публики. Скажем, такая публика очень горячая. Очень благодарная. Надеемся вернуться еще раз. Ну, какие пожелания. Пожелите на концерты. Будьте здоровы. До свидания. Счастливо.